Всем привет! Вы на канале Есть Вопрос, и сегодня у нас с вами новая игра. А что нам для нее понадобится? Все уже представлено передо мной на стиле. Это бумажные стаканчики, именно бумажные, не пластиковые. Канцелярский ножик, желательно, чтобы он был острый. Разные разноцветные маркеры, фломастеры. Среди них должен быть один черный, который хорошо держит цвет и не размазывается. Но вообще, в целом, фломастеры должны быть такие, которые быстро сохнут и не размазываются, поскольку я опять же объясню чуть позже. Ну и в целом, все, что нам для этого нужно для этой игры. Игра у нас будет на развитие эмоционального интеллекта. Что мы будем делать с вами со стаканчиками? Я уже нанесла изображение и вырезала, но сейчас я вам просто покажу, что нужно будет сделать с одним из стаканчиков в первую очередь. Нам нужно будет нарисовать, изобразить либо мальчика, либо девочку, в зависимости от того, с кем вы планируете эту игру проводить. Рисовать мальчика или девочку не имеет большой разницы, но интереснее будет, если, например, вы проводите эту игру с девочкой, если изображена будет девчонка. Значит, мы рисуем на стаканчике достаточно такой немаленький овал. Это будет наше лицо. Лицо это самое главное, в принципе, в этой игре, поэтому ему нужно уделить немало места. Затем у нас будет такая вот шея, руки. Ну и, собственно, вот здесь мы просто делаем туловище. Так, вот эту часть, которую я сейчас обвела, мы будем в дальнейшем вырезать вот канцелярским ножиком. Все остальное изображение останется на стаканчике. Это важно. Так, вот здесь мы нарисуем ручку, да, такую, пальчики. Здесь мы также рисуем ручку. Здесь мы изображаем либо мальчишечью прическу, либо девчоночью, да, этим и будет отличаться наш персонаж. Так, ну, у меня там изображена девчонка. Сейчас я вам ее покажу. Тогда здесь мы нарисуем мальчика. Вот таким вот образом у нас выглядит шаблон. Вырезаем и только часть вот с рукавами. Ручки мы оставляем, ушки, волосики мы оставляем. То есть вырезана у нас будет только вот эта вот часть. Почему, я позже покажу, и будет понятно. Так, вот таким образом выглядит шаблон. Мы его аккуратно вырезаем с помощью канцелярского ножа. И у нас должно получиться нечто вот подобное, да. То есть вот в моем случае это девчонка, и у нее, как вы видите, ручки и волосы остались теми, которые мы рисовали. Мы их не вырезаем, чтобы каждый раз не добавлять к нашему шаблону. Нам понадобится также второй стаканчик. На нем пока изображений нет, мы будем с вами их наносить вместе, чтобы было понятнее. Стаканчик с вырезанным шаблоном мальчика или девочки мы надеваем сверху. Да, вот таким вот образом, чтобы он мог крутиться. Вот так, свободно. Так, вот таким образом мы зацепили. И теперь мы с вами будем изображать эмоции. Эмоции мы изображаем с помощью маркера. Вот в моем случае черного, да. Это будет наше лицо. Например, рисуем самую популярную эмоцию. Например, эмоцию злости. Самую популярную, самую узнаваемую, да, скорее скажем так. Вот. Девочка у нас будет злая сейчас. И, соответственно, вот такое недовольное. Можно рисовать еще носик. Лицо. Ну, и чтобы это было все повеселее, и почему я говорила, что нужны цветные маркеры, да, мы добавим ей какое-то платьишко. То есть здесь мы добавляем воротник. И рисуем, например, какие-то вот такие тоже, пусть они у нас будут злые молнии, чтобы рисунок на платье повторял немножко эмоцию девочки. Вот такая у нас получилась злость. Что мы делаем дальше? Мы поворачиваем стаканчик. То есть эта эмоция, как только у нас пропадает, мы рисуем новую эмоцию на освободившемся месте. Так, здесь у нас пусть будет эмоция удивления. Что нам нужно, чтобы изобразить удивление? Это, конечно же, круглые удивленные глаза. Допустим, брови у нас тоже будут вот такие приподнятые. И открытый такой удивленный рот. Так, ну и, соответственно, рисуем какое-нибудь платьишко. То есть это платьишко у нас будет в цветочек. Чтобы было веселее и интереснее. Когда ребенок наглядно видит эмоцию, ему проще в итоге называть, например, свои эмоции. То есть в чем у нас вообще заключается эмоциональный интеллект? Мы сначала учимся распознавать собственные эмоции, называть их, это очень важно. То есть когда мы детям рассказываем, показываем про эмоции, мы можем использовать еще и зеркало. То есть, например, мы показываем вот эту эмоцию, называем ее, что ребенок, если знает, он ее сам назовет. Если не знает, мы ему говорим, девочка удивлена, ее, наверное, что-то удивило. И можем использовать, например, зеркало и помогать ребенку смотреть на себя, испытывающего эту эмоцию. То есть мы говорим, а покажи, как ты удивляешься. И ребенок смотрит на себя в зеркало, понимает, что в такое выражение лица у него, когда он удивлен. И, соответственно, в следующий раз, когда он удивляется, он может уже эту эмоцию считать. И, соответственно, когда он научился узнавать эмоции самостоятельно на себе, то и эмоции других людей ему будут понятны. Так, ну, здесь мы, например, нарисуем грустную девочку. Вот такую вот плачущую девочку. Такие точки пусть у нас будут, как будто дожди капает, и ребенок плачет. Что-то ее расстроило, да? Мы в процессе этой игры с ребенком разговариваем, спрашиваем, задаем вопросы, слушаем внимательно, что отвечает ребенок. Например, мы спрашиваем, как ты думаешь, что могло расстроить эту девочку? Ребенок вам рассказывает. Причем, когда ребенок вам будет рассказывать, он, скорее всего, назовет те причины, по которым расстраивается сам. Это тоже, кстати, как в плане диагностики. Мы не раз с вами говорили, что многие игры могут быть диагностичны. В этом случае вы слушаете внимательно и понимаете, что расстраивает именно вашего ребенка. Потому что ребенок чаще всего говорит именно о себе. Либо о каких-то ярких случаях, которые он видел в жизни. Ну, в целом, я думаю, что принцип игры понятен. Вот у нас грустная девочка, вот у нас удивленная девочка, вот у нас злая девочка. И таких эмоций мы можем нарисовать столько, сколько вместится на стаканчик. Я думаю, что вот в нашем случае мы могли бы нарисовать еще одну, и там уже следом будет у нас злая. Вот здесь у нас еще есть свободное место, и мы можем нарисовать. Но я думаю, что принцип игры понятен, поэтому мы не будем сильно увлекаться. Если вы хотите узнать и изучить больше эмоций, мы просто берем следующий стаканчик. Этот стаканчик мы достаем и продолжаем рисовать и изображать. То есть все не ограничивается двумя стаканчиками. Мы можем, в принципе, использовать безграничное количество, столько, сколько захочется вам изобразить, и сколько вы знаете эмоций, и сможете изобразить, скажем так. Вот такая вот у нас получилась с вами интересная и простая в исполнении игра. А мало того, что она интересная, она еще и полезная, поскольку она направлена на развитие эмоционального интеллекта, который не менее важен, чем наш обычный интеллект, которому обычно уделяется больше времени и внимания. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Не забывайте про наш телеграм-канал, там всегда вас ждет очень много всего интересного. А на этом у меня сегодня все. Пока-пока!